Общий контур истории остается одинаковым во всех четырех Евангелиях. Первыми свидетелями пустого гроба оказываются женщины. И евангелисты не скрывают этого, несмотря на то, что женщины в иудейской традиции считались ненадежными свидетелями. У Марка особо отмечается, что женщинам не поверили. Впрочем, не потому, что следовали в этом иудейским представлениям, а потому, что сама принесенная ими весть казалась ученикам-мужчинам невероятной. Несмотря на то, что они много раз слышали от учителя предсказания о его воскресении. Согласно Евангелию от Луки, после того, как женщины вернулись от гроба и возвестили то, что видели одиннадцати и всем прочим, показались им слова их пустыми и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, девясь сам в себе происшедшим. Более подробно этот эпизод изложен у Иоанна. Он рассказывает о том, как два ученика, Петр и Иоанн, бегут ко гробу. Иоанн бежит быстрее Петра, но не входит внутрь погребальной пещеры. Петр прибегает вторым, входит внутрь и видит погребальные пелены, плащаницу, в которую было обернуто тело Иисуса, и отдельно лежащий плат, которым было покрыто его лицо. Почему Иоанн акцентирует внимание на пелене и плате? Делает он это прежде всего потому, что именно пелены и плат становятся для него доказательством воскресения Христа. Однако, весьма вероятна и другая причина. Пелена и плат были сохранены учениками Иисуса, как материальные доказательства Его воскресения. В предыдущем фильме я кратко упомянул Туринскую плащаницу в связи с рассказом о бичевании Иисуса Христа. Пришло время рассказать о ней подробнее. История этой ткани прослеживается с середины XIV века, когда французский рыцарь-крестоносец Жофруа де Шарни объявил, что плащаница находится у него. В середине XV века она была выкуплена Людовиком I Савойским и хранилась в Шамбери, где пострадала при пожаре. С конца XVI века плащаница хранится в Туринском соборе. Передо мной точная копия Туринской плащаницы, подаренная мне в Ватикане. Она выполнена в оригинальном размере. Плащаница представляет собой полотно длиной более 4 метров, на котором изображен обнаженный мужчина с длинными волосами и бородой. Его руки скрещены на поясе. Одна часть плащаницы, которую мы сейчас видим, задержит фронтальное изображение мужчины, другая – его же изображение со спины. Изображение расположено вдоль полотна таким образом, что голова мужчины в обоих случаях оказывается возле середины полотна, а ноги – по краям. То есть изображения развернуты в противоположном, одно от другого направлении. Если считать плащаницу погребальной пеленой, а изображение на ней – отпечатком тела умершего, то очевидно, что тело было положено на одну половину полотна и закрыто другой половиной, перекинутой через голову умершего. Вопрос о подлинности плащаницы продолжает активно обсуждаться в научном сообществе. Некоторые считают ее средневековой подделкой. Против этого, однако, говорит тот факт, что после многих лет исследований химического состава изображения на плащанице, ученые пришли к однозначному выводу – плащаница – неживописное изображение, так как на ней не удалось найти каких-либо следов краски. В 2013 году исследование, проведенное с использованием методов многопараметрического механического анализа, показало, что плащаница с большой вероятностью датируется временем жизни Иисуса Христа. Еще одним аргументом против того, что плащаница является средневековой подделкой, служит расположение следов крови на ней. В средние века считалось, что при распятии гвозди вбивались в ладони, и если бы художник подделывал плащаницу, он изобразил бы раны именно на ладонях. Между тем, следы крови на плащанице находятся в зоне запястья каждой руки. О том же, что во времена Христа гвозди при распятии вбивались именно в запястье, а не в ладони, ученым стало известно лишь в новейшее время. Задолго до того, как Жифруады Шарни объявил о плащанице, предание о нерукотворном образе спасителя существовало на христианском Востоке. Более того, сам этот образ был широко известен. Долгое время он находился над воротами города Эдессы, затем был перенесен в Константинополь. Следы нерукотворного образа теряются после разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году. Как и многие другие святыни Восточной Церкви, он, скорее всего, оказался в руках латинских рыцарей и был вывезен из византийской столицы на запад. Имеется ли связь между Туринской плащаницей и нерукотворным образом? В течение долгого времени такая связь отрицалась. Однако в последние четверти 20 века целый ряд ученых пришли к выводу, что Туринская плащаница и Эдесский образ – один и тот же объект. Этот вывод был сделан в частности на основании поперечных складок, имеющихся на плащанице. Они свидетельствуют о том, что плащаница складывалась в восемь раз и в течение длительного времени хранилась в сложенном состоянии. Эдесский нерукотворный образ вполне мог быть идентичен той части плащаницы, на которой отпечатался лик Христа. И именно эта часть сложенной плащаницы могла демонстрироваться паломникам, приходившим для поклонения образу сначала в Эдессе, затем в Константинополе. Если же нерукотворный образ и Туринская плащаница – два разных объекта, то и это легко объяснить. Не случайно же евангелист Иоанн упомянул о плащанице отдельно, а о платье отдельно. Плат клали прямо на лицо умершего, а верхней частью плащаницы закрывали тело поверх плата. Если оба предмета лежали на лице Иисуса, на них должно было отпечатлеться одинаковое изображение. А затем вполне вероятно, что плат в эпоху крестовых походов был утрачен, а плащаница сохранилась. Туринскую плащаницу иногда называют Пятым Евангелием. Она служит убедительным подтверждением многих деталей евангельского повествования о распятии. На плащанице перед нами предстает мужчина, чье тело изранено. Лик величественен и спокоен. Таким же Иисус изображается на иконе, известной в русской традиции под названием «Не рыдай меня, Мати». Широкое распространение этот иконографический тип получает около XII века. И есть все основания считать, что в его основу лег тот самый образ, который жители Одессы и Константинополя зазерцали в течение нескольких веков, пока он не попал в руки крестоносцев.